Здравствуйте! Эфир продолжит программа «Наша экономика» и сегодня в выпуске. Межевание границ земельных участков становится обязательным. Дачная амнистия продолжается, но границы лучше зафиксировать. А также налогообложение банковских вкладов. Какие проценты по вкладам можно считать выгодными, а на какие лучше не обращать внимания. Но вначале по традиции блок коротких новостей. Владимир Путин подписал указ, который создает в стране единый фискальный орган. Им станет федеральная налоговая служба, которой передаются полномочия по сбору таможенных пошлин, акцизов пенсионных и страховых взносов во внебюджетные фонды. Таким образом правительство рассчитывает повысить эффективность администрирования платежей в бюджетную систему. В 2015 году промышленными предприятиями Красноярского края погружено 72 миллиона 200 тысяч тонн различных грузов на железнодорожные вагоны и цистерны. Это на 7,6% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост обеспечили уголь, лес, нефтепродукты, цветные металлы и зерно, отгрузка которого увеличилась на 81%. По итогам 2015 года ярмарочные мероприятия в крае посетили свыше 300 тысяч человек. Суммарный оборот от реализации продовольственной продукции составил 640 миллионов рублей. При этом цены на продукты питания, представленные на ярмарках, оказались на 10-25% ниже, чем в торговых сетях. В наступившем году объем ярмарочных мероприятий в крае будет значительно увеличен. Меньше двух лет осталось для тех владельцев земельных участков, которые еще не провели межевание до того момента, как ведут запрет на операции с землей, не имеющей четко установленных границ. В первую очередь это, конечно, касается дачников, владельцев участков под ИЖС и гаражи. Не закажете межевание, с 1 января 2018 года не сможете ни продать, ни обменять. Ну и купить участок без установленных границ будет нельзя. Как сделать это межевание, куда обращаться и как вообще узнать, а есть ли у вас четкие границы, сейчас объясним. Действующая сейчас в стране дачная амнистия упростила жизнь очень многим гражданам. Она позволяет легализовать свой земельный участок, во-первых, при любом правоустанавливающем документе, хоть даже на основе древней бумаги, выданной кому-то когда-то давно. А во-вторых, разрешается даже не иметь четко установленных границ. Плоть до случаев, когда фактически границы пересекаются чужим участком. Даже и тогда разрешается поставить такую землю на учет. Мол, потом разберемся. Однако из-за этого российские суды завалены множеством однотипных исков, когда собственники судятся, выясняя, где чья земля. И вот в связи с этим год назад был издан закон, обязывающий собственников все-таки определить точные границы своих участков. Был принят закон 447 ФЗ, который установил, что данные нормы, закон о государственной регистрации прав, утрачивают свою силу с 1 января 2018 года. То есть с этой даты нельзя будет продать земельный участок, либо зарегистрировать свое право на земельный участок, если нет у него границ, и если границы этого участка пересекают границы другого земельного участка. Это не отмена дачной амнистии в полном смысле слова. Ставить участки на учет на основе любых правоустанавливающих документов все-таки можно. Но вот с границами пора определяться. Это и в интересах самого собственника, чтобы у него не отхватили потом лишнего какие-нибудь новые соседи. Четко установленные границы – это вовсе не схема с квадратиком вашего участка, который рисовали в прошлом столетии, а точные спутниковые координаты каждой точки. Многие собственники даже и не понимают, есть у них установленные границы или нет. Для этого можно зайти на специальный сайт или в отделение кадастровой палаты. Сведения узнать о земельных своих земельных участках – обратиться к информационному ресурсу на сайте Росреестра. Это публичная кадастровая карта. Путем внесения кадастрового номера будут отображены сведения о земельном участке, либо с границами, либо он без границ. Также можно обратиться с запросом о предоставлении сведений о земельном участке. О вас интересуемом о предоставлении этих сведений вы можете обратиться в пункты приема-выдачи документов, либо, как я говорила, уже многофункциональные центры. Это услуга платная. 200 рублей стоит кадастровый паспорт, 400 рублей кадастровый выписка. Если выяснится, что на кадастровой карте ваш участок не отмечен, даже если вы владеете им много лет, и все соседи вас знают и готовы подтвердить, что это ваша исконная земля, все равно срочно заказывайте изготовление межевого плана и уточняйте свои границы. Сделать это может только кадастровый инженер. Такие аккредитованные специалисты работают обычно в частных геодезических фирмах. Их легко найти в телефонном справочнике или на сайте кадастровой палаты. Находим такую фирму, берем все имеющиеся документы на участок, обязательно свидетельство на землю и свой паспорт, и обращаемся за изготовлением межевого плана с целью уточнения границ. Обычно процедура занимает месяц-полтора. Сюда входит выезд герезистов на земельный участок, коорнирование границ этого земельного участка, помощь в поиске соседей. Средняя стоимость подготовки межевого плана 3-3,5 тысячи рублей. Но для того, чтобы правильно подготовить документы, чтобы правильно провести описание границ земельного участка, необходим выезд герезистов на земельный участок, проведение замеров. Аппаратура в настоящее время, качественно, спутниковая, стоит, к сожалению, дорого. Поэтому в совокупности цифр стоимость кадастровых работ в пределах 8-10 тысяч. Учитывая то, что межевание, все-таки, процедура достаточно долгая, иногда бывает хлопотная, связанная со спорами какими-то, видимо, поэтому законодатель дал вот такую отсрочку для того, чтобы граждане до этой даты смогли свои права как-то оформить. То есть, простите, границы своих земельных участков могли бы установить. Главные сведения о земельном участке, который содержит межевой план, это точные координаты углов и общая площадь участка. Именно эти данные и передаются потом в государственный реестр ЕГРП. Как только они там появятся, можете быть спокойны, ведь ЕГРП – самая внушительная и финальная инстанция. Никто впоследствии не сможет покушаться на вашу землю, если вы оказались в ЕГРП первым. Поэтому, забрав межевой план у кадастрового инженера из частной фирмы, тут же отправляйтесь в государственную кадастровую палату вносить сведения. На сегодняшний день на кадастровом учете состоят более 1 миллиона 300 тысяч земельных участков по краю. Это и гаражи, и дачи, и ИЖС, и личное подсобное хозяйство. И 700 тысяч из них, то есть больше половины, не имеют четко установленных границ. Всем владельцам этих участков осталось чуть менее двух лет, чтобы все-таки успеть заказать межевание и внести сведения в государственный кадастр. Кажется, что времени еще много, но поверьте, процедура межевания, хоть ее и обещают сделать за месяц-полтора, таит в себе некоторые риски задержки. Кому-то долго придется искать соседа, чтобы согласовать с ним границы, а закон даже обязывает подавать объявления в газету, чтобы найти соседей. А кто-то вдруг выяснит, что его границы налагаются на чужие. Придется судиться, и это опять потребует много времени, несколько месяцев. Так что убедитесь, есть ли у вас координаты вашей земли, и если нет, заказывайте межевой план. Крайний срок повторим 1 января 2018. С этого года, как мы уже рассказывали, ставка рефинансирования Центробанка приравнена к уровню ключевой ставки, то есть теперь она не 8,25, а 11%. Впрочем, ставка рефинансирования уже давно потеряла свое прежнее влияние коммерческим банкам. Для определения своих ставок теперь важна другая, так называемая, ключевая ставка Банка России. И все же есть несколько моментов и законов, где упоминается именно ставка рефинансирования. С ее помощью, например, определяется размер пени, и мы в прошлом выпуске предупреждали и рассчитывали новые примеры. А еще ставка рефинансирования важна при выборе вклада. Если вы хотите оформить вклад в банки, то имейте в виду, в ряде случаев за это придется заплатить подоходный налог. В каких именно случаях и что поменялось с 1 января, сейчас объясним. По доходным налогам в нашей стране облагаются практически все возможные доходы граждан. Все мы платим НДФЛ каждый месяц, получая зарплату. Точнее, платит наш работодатель. И поэтому мы даже не задумываемся об этом. Но есть некоторые доходы, помимо трудовых, с которых тоже нужно платить налог. Это, например, проценты по банковским вкладам. Положили 100 тысяч на депозит под 10 процентов. Через год забрали заработанные 10 тысяч. Вот это и есть доход. Однако необходимость заплатить НДФЛ тут возникает не всегда. А только в случаях, когда ставка по вкладу превышает некий разумный уровень, который определен законом. Вклады в банках, расположенных на территории Российской Федерации, это конкретно указано в статье, для физических лиц. Не облагаются налогом на доходы физических лиц, если ставка банковская, указанная в договоре, не превышает ставку рефинансированную, увеличенную на 5 процентов. Если ставка рефинансирования, увеличенная на 5 процентов, получается меньше, чем ставка банка, которая указана в договоре, то вот эта разница облагается налогом на доходы физических лиц. В прошлом году ставка рефинансирования составляла 8,25 процента. Прибавляем 5 процентов, получаем 13,25 процента. И вот если вы захотели сделать вклад под повышенный процент, например, 14 процентов годовых, то вам пришлось бы заплатить налог. Причем его ставка в данном случае не 13 процентов, как обычно, а все 35. То есть фактически обещанную банком в рекламе доходность нужно уменьшать на величину налога. Многие граждане из-за этого предпочитали не связываться с привлекательными вкладами. Однако с 1 января этого года Центробанк увеличил значение ставки рефинансирования с 8,25 до 11 процентов. Прибавляем 5 процентных пунктов и получаем новую отсечку для налоговиков – 16 процентов. И теперь можно смело делать банковские вклады с доходностью до 16 процентов. Налог за это платить не придется. Другое дело, что сегодня сложно найти вклады с такой доходностью. Большинство банков осторожничают и не предлагают больших процентов. Ставка по вкладам от 1,5 миллионов рублей – это 9,3 процента. По вкладам до 700 тысяч рублей – это 8,25 процента. В большей степени это решение затрагивает те банки, которые предлагают высокие проценты. Но я напомню, что у нас сейчас регулятор Центробанка всегда ориентируется на среднюю ставку крупнейших банков. Она у нас была зафиксирована в декабре-январе, рост ее до 10,6 процентов. Соответственно, чтобы не попасть под внимание регулятора, превышение этой ставки не должно превышать порядка 3,5 процентов свыше. И все же есть некоторые банки, которые в погоне за клиентом обещают повышенную доходность по вкладам. Имейте в виду, это мало того, что рискованно, но еще и однозначно попадает под налогообложение. Если вам предлагают свыше 16 процентов годовых, придется заплатить налог. Впрочем, когда мы говорим про необходимость заплатить НДФЛ за доходы по депозитам, нужно понимать, что сам гражданин не имеет обязанности декларировать эти доходы. Ему даже не придется отправляться в налоговую и заполнять декларацию 3 НДФЛ. Здесь точно так же, как и зарплаты, налог за самого гражданина уплачивает его налоговый агент, то есть в данном случае банк. Прямо в кодексе, в 214 статье, пункт 4 указывает на то, что в отношении доходов, по которым определяется налоговая база по процентам, налоговый агент исчисляет, удерживает и уплачивает налог сам. То есть в нашем случае это банки, которые уплачивают налог самостоятельно. Физическое лицо при этом не подает декларацию и не отчитывается. Банкиры обычно предупреждают клиентов, если ставка превышает пороговое для НДФЛ значение. Такое случалось, например, в начале прошлого года, когда ставки по кредитам и по депозитам резко взлетели, и можно было сделать вклад под 15-16% даже в крупных надежных банках. Многие вкладчики этим воспользовались, но реальный доход они получили за минусом налога. Все же это хорошая новость. Если посмотреть предлагаемые сейчас банками ставки по вкладам в Красноярске, то можно найти вклады с доходностью под 13%. А сейчас ставка рефинансирования плюс 5% это уже 16%, с которых можно не платить налог. То есть получается, что государство стимулирует граждан делать рублевой вклады. А значит, можно ожидать, что банкиры сейчас пересмотрят свои линейки вкладов и предложат более доходные для людей депозиты. Это был последний материал выпуска. На сегодня у нас все. Теперь увидимся через неделю. Расскажем в частности и про другие новшества в налоговом законодательстве, о которых стоит знать физическим и юридическим лицам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова